Всем привет, с вами Аламерт. На днях вышло очередное дополнение World of Warcraft Dragonflight, где стала доступна новая раса Драктиры. И по этому поводу на проекте наших друзей Сирус также дебютировала эта раса. Сейчас в оригинальном WoW подписку оформить нельзя, а кому-то наоборот по нраву антуража и механики именно Сируса. Авторы очень стараются над своим проектом, привносят в игру много нового и уникального, каждую неделю выходит какой-нибудь ивент, обновление или что-нибудь еще вкусное. А главное, что ко всему подходит с душой и с любовью и дают возможность играть бесплатно. Уж мы-то с вами знаем не понаслышке, как тяжело, но увлекательно делать что-то кастомное. Если стало интересно, переходи по ссылке в описании, регистрируйся и залетай. Я сам частенько играю на Сирусе, проводим сходки на запись, но я все же рекомендую сначала посмотреть этот ролик, чтобы понять что к чему. Итак, Драктиры. Скажу сразу, что Драктиры на Сирус это не Драктиры из Dragonflight. У них отличается как исторический бэкграунд, так и способности. Вот какая у них здесь предыстория. Когда был уничтожен артефакт душа демона, к королеве Алекстразе и другим аспектам вернулись дарованные титанами силы, что позволило им, как и в былые времена, занять место защитников мироздания. Чтобы справиться с этой ножей, аспекты вывели новое поколение драконидов, которое сочетало бы в себе лучшие качества как драконов, так и смертных. Грядет эпоха перемен, и защита древнего наследия рода драконов ложится на плечи такого Драктира, как вы. То есть здесь они были созданы самими аспектами, а не смертокрылом и не прозябали в стазисе. То есть перед нами самая настоящая альтернативная реальность. Похожие приемы были в Терминаторе, Техаскоризне бензопилой, Хэллоуине и киновселенной кухни. Когда у первоисточника есть два альтернативных продолжения, которые идут каждой своей дорогой. Но в отличие от оригинала, здесь вы можете выбрать любой класс для своего Драктира, даже Рыцаря Смерти. Помимо этого, ваш персонаж может иметь разный цвет чешуи, от которой будет зависеть цвет драктирской формы. Также на внешний вид формы будет влиять цвет глаз и выбранные рога. И хотя именно драктирскую форму пока что изменить нельзя, в ближайшее время разработчики доработают парикмахерскую, чтобы сделать ее изменения возможными. Но цвет драктира всегда будет зависеть от цвета чешуи дракона, это не забывайте. Прежде чем отправиться в большой мир, драктирам предстоит пройти обучение на своей родине, острове Андраксис. Вам предстоит спуститься в загадочное драконье хранилище и узнать древние тайны. Также вам нужно будет дать отпор в союзу в райкулов и плети, которые намерены истребить всех драконов и отобрать их земли. И да, вся эта движуха связана непосредственно с Артасом, как именно узнаете сами. Чтобы не спойлерить, в такие уж подробности вдаваться не буду. Ну кстати говоря, сюжетная цепочка очень интересная, прям с головой уйдете. Поэтому как пройдете, напишите как она вам в комментариях. И честно говоря, лоры этих драктиров кажутся мне куда более логичным и интересным, чем оригинальных, но да ладно. После завершения цепочки, Алекстраза приходит к выводу, что драктирам пора выйти в большой мир и присоединиться к другим расам в войне с королем Личом. И позже вы можете выбрать в какую фракцию вступить. В Орду под началом всеми любимого Трала или в Альянс, возглавляемый легендарным Варианом Рином. Здесь вам не понадобятся летающие маунты, ведь драктиры имеют крылья и могут перемещаться по воздуху куда душе угодно. Не то что всякие дредлорды из Варкрафта 3. Если у меня есть крылья, почему я хожу пешком? Также вы получите уникальные способности, которые, как я сказал ранее, отличаются от тех, которые есть у драктиров из Dragonflight. Эта раса доступна всем уже сейчас, совершенно бесплатно. Просто заходи и врывайся за драктиров с двух ног. Актив сейчас там просто нереальный, народу играет полно, так что скучно не будет. Найдете себе друзей или позовете своих и вперед покорять Азерот за драктиров. Еще более подробно о драктирах вы сможете узнать на самом сайте. Повторюсь, ссылка на сайт с регистрацией в описании. Увидимся на Сирус в ближайшей сходке. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok